доброе утро фред меня приветствует на семечку видео тэнки доброе утро и реша санды все отлично ребята девчата меня видно и слышно все поняла отлично ну что же поехали а сегодня планирую небольшую трансляцию посмотрим как по времени получится хочу поделиться с вами примерно 16 способами самопомощи что делать если состояние падает если нам не хватает ресурса в общем как помочь себе и как вернуться в бодрое такое кайфовое состояние вообще сразу скажу чтобы не было иллюзии вчера мы вечером работали на платном моем курсе с девочками проводила вебинар и отдел раскопку и когда мы проясняли запрос был такой момент что вот я хочу все время быть расслабленный спокойный в кайфе на мой взгляд это все-таки некоторая иллюзия в нашей человеческой реальности может быть кто-то такого достигает я пока не достигла поэтому я не смогу вас научить как быть вот прям сто процент на времени в полной нервании в полном кайфе но что я умею это это возвращаться в кайф да то есть так или иначе в жизни у нас происходят разнообразные события что-то нас может выбивать но основная задача на мой взгляд это научиться быстро возвращаться чтобы не происходило как ванька встанька нас шатнуло мы снова встали нас шатнуло мы снова вернулись в ресурс и так хочется мне чтобы чтобы вы сейчас знаете что оцените свое состояние вот прямо на сейчас от 0 до плюс 10 немножко хочется на вас настроиться и второй момент можете написать мы обязательно сделаем сегодня как минимум две практики про остальные я больше расскажу хотя может быть тоже получится походу что-то сделать на то чтобы освободиться от мешающих симптомов что такое симптомы что его до 7 подразумеваю это могут быть физические симптомы прям конкретно какая-то более расскажу буквально свой вчерашний пример как я исцеляла это могут быть эмоциональные симптомы обида какое-то напряжение в чувствах раздражение гнев страхи и так далее это могут быть в общем разнообразные неприятные состояния упадок сил может быть какой-то это тоже можно воспринимать как симптом так сейчас я посмотрю комментарии ваши оценочки так у кого-то прям единица но с этим надо то есть срочно что-то делать хорошо бы не то что надо так восьмерки шестерки вижу пятерки семерки ахану в целом неплохо но есть чем поработать и напишите с какими симптомами можете написать несколько тоже чтобы я сориентировалась меня сейчас где-то наверно восемь с половиной немножко волнуюсь транслирую из отеля первый раз сегодня но вроде связь нормальная сейчас мы в сочи отдыхаем с дочкой я уже поплавала в нашем теплом бассейне порадовала солнышку поэтому ресурс есть ресурс есть и так от каких симптомов освобождаемся давайте я пока немножко предысторию то есть в принципе откуда у нас могут появляться эти симптомы иногда просто жизненные какие-то ситуации вообще причина может быть море мы сейчас не полезем туда да это может быть и гормональное наше состояние погода на нас много что влияет но бывает кстати моменты с чем тоже важно работать и что важно понимать когда мы начинаем заниматься практиками например рисовать нейрографику делать это сессия любые другие практики нам расстановки все что угодно тоже могут проявляться симптомы и иногда мне спрашивают это не так часто бывает но бывает или голова заболела или раздражение какое-то поднялось или у меня тут девочки делали сайт это сессии по обмену те кто недавно обучился что-то там что-то стало вот тело тоже какие-то такие реакции необычные пошли пишут не наста что делать в теле где-то там что-то сводит все в порядке нормально процесс идет глубоко копнули все хорошо вот также причиной может быть то что мы западаем особенно причины каких-то эмоциональных раздрайв это очень часто проявляется наша детская часть когда в детстве что-то осталось не исцеленное в детстве были страхи были обиды был испуг и происходит ситуация уже сейчас она нас цепляет триггерит цепляет вот то прошлое что было когда-то поднимается реакция это тоже важно понимать ну и собственно говоря если мы говорим о том что мы делаем какие-то практики у нас проявляются симптомы также это может быть признаком сопротивления особенно если сильные симптомы если я начинаю что-то делать какую-то практику или рисовать на какую-то тему там денежные у меня девчонки сейчас рисуют там денежные круговороты другие вещи это засыпаю то никак не сесть то голова заболела то есть соответственно это еще и вариант такое сопротивление потому что часть нашего рептильного ума она не хочет изменений она боится нового да и соответственно говорит я не не подожди ты куда какой изобилие какая роскошь нельзя нельзя вот так вот так сейчас читает камеру протереть так читаю низкая активность не успевает делать запланированные дела голод еще не завтракал я тоже еще не завтракал я обычно завтракаю попозже так сочи привет усталость безразличие пустота внутри прекрасный симптом с этим можно работать оле тревожность если предстоит что-то важное или поездка у меня тоже раньше очень сильно была программа тревожности у меня мама всегда дико психовала перед всеми поездками хотя любила ездить и в европу даже в советское время и у меня раньше тоже даже еще фред застал вот этот период что накануне перелетов мне не звони я вся вот такая вот постепенно это приходит ну то сейчас я гораздо спокойнее могу вообще в последний момент начать собираться это тоже можно трансформировать так боль в плечах тело болит после тренировки раздражение нервоз упадок сил пытаюсь отпустить обиду на никак вчера вышло неудопонимание с гостем в отеле можно сказать скандал хорошая тема для проработки так вчера тоже так ну да видимо вчера у нас на вебинаре но главное мой голос там был слышь так итак поехали способом что делать первый способ вы частично уже прямо сейчас сделали это назвать или лучше даже прописать что именно вас беспокоит вот бывает такое что хожу и невонятно что-то как-то не полный кайф и вот когда мы опознаем называем еще лучше оценить силу этого симптома мне нравится классический коучинговый способ от 0 до плюс 10 то уже само по себе отстранение от него начинает помогать то есть мы часто очень слепляемся со своим состоянием нам кажется что вот это я и есть это уныние или это бессилие или это тоска в таком состоянии сложно с этим что-то сделать как только мы разъединяемся мир измеряем силу этого симптома можете прямо сейчас кстати прописать силу вот вы прописали да что у кого там более более да там в те или после тренировки тревожность какая-то до плохой сон рассеянность ага еще добавилось вижу упадок сил насколько да то есть где будет десятка это прям упадок вообще не могу стать кровати все помираю ноль вообще никакого упадка я подрапал на силу дальше второй способ пойду по плану это многие владеют уже нейрографикой это просто выброс если нет в идеале конечно сделать алгоритм снятия ограничений такой самый хитовый алгоритм нейрографики когда мы делаем выброс на листок и потом обрабатываем его по алгоритму скругляем все уголочки добавляем ресурсные фигуры и так далее но не всегда у нас есть время может быть даже желание возможности все это рисовать поэтому очень хорошо я сама иногда так делаю просто делать выбросы просто на листочки просто вычеркивать из себя вот это вот там тяжелую энергию тяжелые состояния боли даже физические боли могут так прекрасно облегчаться если вы вычеркиваете 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 это все на бумагу потом очень хорошо это все порвать выкинуть если есть возможность лучше сжечь я не так давно жгла на у нас в петербурге прямо под окнами жгла там какие-то негативные бумажки вот дальше дальше третий способ это спонтанное письмо похоже на выброс но здесь мы уже не просто вычеркиваем здесь мы начинаем прописывать одно время я тоже очень долго делала такие вещи прочищал очень много было мусора в подсознании много всего тяжелого и мы с подругой собирались и просто выписывали вдвоем всякие свои тараканы брали какую-то тему даже например тем отношений что то у нас там сейчас актуально тема отношений с мужчинами что у нас крутится в голове неприятного на эту тему что мы недостойны что никого не найти что блин все мужики не знаю свой и так далее и вот это вот мусорные все эти мысли все что крутится у нас часто в голове отнимает энергию мы просто вынимаем на бумагу то же самое потом порвать сжечь очень хорошо работает можете кстати писать кто использует что-то из этих способов так звук фонит тактики а что со звуком то день чем менял секундочку секундочку так не знаю делаю как сейчас напишите пожалуйста фонит еще или лучше стало так тело все ломит плохой сон на девятку плохой сон кстати один из вариантов одна из причин может быть это ощущение опасности если взять на уровне прямо тела до нашего его задача выжить основная задача физического тела это выжить соответственно когда наше тело не дает нам поспать да не засыпает вполне возможно в подсознании есть какое-то ощущение опасности это может быть откуда-то из прошлого идти это может быть то что ты совсем не осознаешь но покрутив эту сторону может быть что-то подсознание ощущает какую-то угрозу соответственно когда есть опасность во мне нельзя спать дальше так все не фонит марин без меня некачественный звук выбивает из ресурса голову начинает давить но да надеюсь что сейчас он более качественно уже здесь важно найти способ или отключиться послушать записи да как вариант или уменьшить звук или включить здоровый пофигизм и как-то фильтровать то есть вы мне не мешают я слушаю только настин голос хорошо дальше спонтанным письмом кто-нибудь пользуется интересно вот такое вы выписывание есть похожая техника славянских практиках тоже описанки называется четвертый мой любимейший просто способ особенно в последнее время всегда его любил но сейчас часто практикую это таки спонтанные танцы потому что во время танца мы можем выбросить буквально на уровне тела все то что тяжелое что застряло у нас очень хорошо танцевать периодически сейчас включаю многие уже знают я провожу спонтанные танцы вход свободной обычно вторник четверг утра иногда по выходным в зуме а включайтесь в чат и по открытым вебинарам и включаю периодически барабаны какая-то такая музыка динамичная очень чтобы можно было прямо ступнями постучать по земле через ступни это все выходит очень хорошо когда вы можете позволить своему телу прям поколбасится если нет возможности ко мне присоединяться к нашим танцам самостоятельно включаем музыку погромче по возможности если нет возможности в наушниках включаем музыку давай хорошо давай и где-то полчасика хотя бы ну минимум 15 минут протанцеваться протанцеваться чтобы вытряхнуть это все из себя я например сейчас работаю все в индивидуальном коучинге со своим коучем и она мне прям дала задание мы тоже выше на пласты подавленной агрессии на пласты подавленного гнева когда я очень долго была хорошей девочкой мне не позволялось сначала там ближним окружением родителями потом уже самой собой просто сама себе не позволяла выражать ярость выражать гнев выражать злость какой-то и соответственно это все же сидит в подсознании и если это не выражается экологично то это начинает выражаться это может или самочувствие не очень или мы тормозим где-то по жизни или в отношении какие-то начинаются на ровном месте терки это все вот наша подсознательно подавленная агрессия соответственно через танец очень классно и и экологично выражать и я устала добавлять если раньше я просто танцевал в кайф да там то сейчас я прям в танец стала добавлять прямо намерение что я именно вот эти из эти пласты злости выражают через танец и периодически я представляю что я отталкиваю у меня на сессиях всплыло такое через тело мы тоже работали что хочется оттолкнуть какие-то вот родительские фигуры мелькал мама бабушка по моему и соответственно через танец просто представляю даже уже не знаю точно не не важно кого просто как будто я расталкиваю просто как будто я вот разгоняю кого-то кто на меня давит и очень хорошее облегчение ощущается так сейчас посмотрю чат дальше дальше многим известные вещи просто напоминаю это ванны это вообще водные процедуры до плавание купания это ванна очень хорошо с солью соли кто-то даже до килограмма кидает я килограммами кидаю ну может быть треть пачки килограммовый максимум из того что я кидала так и также хорошо ванны с содой поэтому соду сода тоже добавляем так интернет тут подвисает ладно еду дальше пока шестой способ то о чем я говорила в начале что очень часто провоцирует какие-то неприятные симптомы наш внутренний ребенок даже болезни казалось бы мы во взрослом состоянии простыли что-то заболела болезнь какая-то это тоже во многом детское состояние потому что часто именно в детстве во время болезни мы получали внимание любовь поддержку и соответственно наша детская часть привыкла получать какие-то блага таким способом и во взрослом состоянии что-то не так плохо меня недолюбили меня недооценили опаньки заболела не говоря уже про разнообразные обиды конфликты в отношениях то тоже как правило наша детская часть соответственно как мы можем поддержать своего внутреннего ребенка море сейчас есть практик основное опять же здесь рассоединиться понять что это не вся я обижаюсь это не вся я боюсь это маленькая внутренняя девочка внутри меня боится соответственно берем вот есть я взрослая мудрая опытная уже есть маленькая внутренняя девочка то есть вот этот первый момент рассоединиться осознать эту часть внутри себя следующий момент поддержать просто хорошие добрые слова самой себе ты у меня умничка у тебя все получится вот мы прямо опять же сейчас когда я работаю да как клиент уже со своими всякими косяками своей коучем периодически вот делаем такие простые практики прям во время сессии я сама себе говорю ты у меня зайчика все с тобой хорошо вот эта тренировка вот этого бережного отношения к самой себе тренировка способности поддержать саму себя чтобы не происходило потому что пока мы не научимся поддерживать сами себя никакая поддержка извне даже если она будет она нам не принесет удовлетворение и ощущение безопасности дальше так сейчас секундочку хочу понять что у меня со связью связь 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 связь